Александр Пушкин Граф Нулин Пора, пора, рога трубят, Псари в охотничьих уборах, Чем свет уж на конях сидят, Борзые прыгают на сворох. Выходит барин на крыльцо, Все под бочась обозревает, Его довольное лицо Приятной важностью сияет. Чекмень, затянутый на нем, Турецкий нож за кушаком, За пазухой во фляжке ром И рог на бронзовой цепочке. В ночном чипце в одном платочке Глазами сонными Жена сердито смотрит из окна На сбор, на псарню тревогу. Вот мужу подвели коня, Он холку хватив стремя ногу, Кричит жене «Не жди меня!» И выезжает на дорогу. В последних числах сентября Призренной прозой говоря В деревне скучно грязь, Ненастье, осенний ветер, Мелкий снег, да вой волков, Но то-то счастье Охотнику, не зная нек. В отъезжем поле он горцует, Везде находит свой ночлег, Бронится, мокнет и пирует Опустошительный набег. А что же делает супруга? Одна, в отсутствии супруга. Занятий мало ли есть у ней? Грибы солить, кормить гусей, Заказывать обед и ужин, В анбары в погреб заглянуть. Хозяйке глаз повсюду нужен, Он вмиг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша, Ах, я забыл ей имя дать, Муж просто звал ее Наташа, Но мы, Мы будем называть Наталья Павловна. К несчастью, Наталья Павловна Совсем своей хозяйственной частью Не занималась, Затем, что не в отеческом законе Она воспитана была, А в благородном пансионе У эмигрантки Фальбала. Она сидит перед окном, Пред ней открыт четвертый том Сентиментального романа Любовь Элизы и Армана Или переписка двух семей, Роман классический, старинный, Отменно длинный, 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 Норовоучительный и чинный, Без романтических затей. Наталья Павловна сначала Его внимательно читала, Но скоро как-то развлеклась Перед окном возникшей дракой Козла с дворовой собакой И ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали, Меж тем печально под окном Индейки с криком выступали Вослед за мокрым петухом. Три утки полоскались в лужи, Шла баба, Через грязный двор Белье повесить на забор. Погода становилась хуже, Казалось, снег идти хотел. Вдруг колокольчик зазвенел. Кто долго жил в глуши печальный, Друзья, тот верно знает сам, Как сильно колокольчик дальний Порой волнует сердце нам. Не друг ли едет запоздалый, Товарищ юности удалый, Уж не она ли, боже мой? Вот ближе, ближе, Сердце бьется, Но мимо, мимо звук несется, Слабей и смолкнул за горой. Наталья Павловна к балкону Бежит обрадованно звону, Глядит и видит, За рекой умельницы Коляска скачет, Вот на мосту, К нам точно. Нет! Поворотила влево, Вслед она глядит И чуть не плачет, Но вдруг, о радость, Косогор, Коляска на бок, Филька, Васька, Кто там? Скорей, вон там коляска, Сейчас везти ее на двор И барина просить обедать, Да жив ли он? Беги проведать, Скорей, скорей! Слуга бежит, Наталья Павловна спешит, Взбить пышный локон, Шаль накинуть, Задернуть завист, Стул подвинуть И ждет, Да скоро ли мой творец? Вот едут, Едут, наконец! Забрызганный В дороге дальней, Опасно раненый, Печальный Кое-как тащится экипаж, Вслед барин молодой хромает, Слуга француз не унывает И говорит, Аленку аж, Вот у крыльца Вот все не входят, Пока мист барину Теперь покой особенный отводит, И настишь отворяют дверь, Пока пекар шумит, хлопочет, И барин одеваться хочет, Сказать ли вам, Кто он таков? Граф Нулин Из чужих краев, Где промотал он в вихре моды Свои грядущие доходы, Себя казать, Как чудный зверь, В Петрополь едет он теперь, С запасом фраков и жилетов, Шляп, вееров, Плащей, корсетов, Булавок, Запонок, Ларнетов, Цветных платков, Чулков-ожух, С ужасной книжкой гизота, С тетрадью злых карикатур, С романом новым Вальтер Скотта, С баумоу парижского двора, С последней песней Беранжера, С мотивами Россини, Пэра, Эцетера, Эцетера. Уж стол накрыт, Давно пора, Хозяйка ждет, Нетерпеливо, Дверь отворилась, Входит граф, Наталья Павловна, Привстав, Осведомляется, Учтиво, Каков он, Что нога его, Граф отвечает, Ничего. Идут за стол, Вот он садится, К ней подвигает свой прибор И начинает разговор. Святую Русь бронит, Девица, Как можно жить в ее снегах, Жалеет о Париже страх, А что театр? О, сиротеица, Биамуэсов, Тальма совсем оглох, Слабеет, И мамзельмарс, Увы, Стареет. Зато Потье, Ле Гран Потье, Он славу прежнюю в народе До ныне поддержал один, Какой писатель нынче в моде, Все Дарлинкур и Ламартин. У нас им так же подражают? Нет. Право? Так у нас умы Уж развиваться начинают? Дай бог, Чтоб просветились мы. Как тальи носят? Очень низко, почти до, Вот по этих пор. Позвольте видеть ваш убор, Так, рюши, банты, Здесь узор, Все это к моде очень близко. Мы получаем телеграф. Ага. Хотите ли послушать Пролестный водевиль? И граф поет. Да, граф, Извольте ж кушать. Я сыт и так. Из-за стола встают, Хозяйка молодая, Чрезвычайно весела. Граф о Париже, Забывая девица, Как она мила. Проходит вечер Неприметно, Граф сам не свой. Хозяйке взор То рожается приветно, То вдруг потуплен безответно. Глядишь, И полночь вдруг на двор Давно храпит слуга В передней, Давно поет петух соседний, В чугунную доску Сторож бьет, В гостиной свечки Догорели. Наталья Павловна встает. Пора, прощайте, Ждут постели, Приятный сон. С досадой встав, Полувлюбленный, Нежный граф Целует руку ей. И что же? Куда кокетство не ведет Проказница, Прости ей, Боже, Тихонько графу Руку жмет. Наталья Павловна раздета, Стоит Параша перед ней. Друзья мои, Параша, Это на перстнице Ее затей. Шьет, моет, Вести переносит, Изношенных капотов Просит, Порой с барином шелит, Порой на барина кричит И лжет пред барыне отважно. Теперь она толкует Важно о графе, О делах его Не пропускает ничего. Бог весть разведать, Как успела. Но госпожа ей, Наконец, Сказала полно, Надоела, Спросила кофту и чипец, Легла и в идти вон велела. Своим французом Между тем И граф раздет уже совсем. Ложится он, Сигару просит, Мсье Пикар ему приносит Графин, Серебряный стакан, Сигару, Бронзовый светильник, Щипцы с пружиной, Будильник И неразрезанный роман. В постели лёжа Вальтер Скотта Глазами пробегает он. Но граф Душевно развлечён, Неугомонная забота Его тревожит, Мыслит он, Неужто в правду Я влюблён, Что, если можно, Вот забавно, Однако ж это было б славно, И, окажется, Хозяйки мил, И Нулин Свечку погасил. Несносный жар Его объемлет, Не спится графу, Бес не дремлет И дразнит Грешной мечтой В нём чувства. Пылкой наш герой Воображает очень живо Хозяйки взор Красноречивый, Довольно круглый, Полный стан, Приятный голос Прямо женской, Лица румянец деревенской, Здоровье краши всех румян, Он помнит кончик, Ножки нежные, Он помнит точно, Точно так, Она ему рукой небрежно Пожала руку, Он дурак, Он должен был остаться с нею, Ловить минутную затею, Но время не ушло, Теперь отворена, Конечно, дверь, И тотчас на плеча накинув Свой пёстрый шёлковый халат И стул в потёмках опрокинув, В надежде сладостных наград К Лукреции и Торквине и Новой Отправился На всё готовый. Так иногда лукавый кот, Жеманный баловин служанки, За мышью крадется с лежанки, Украдкой медленно идёт, Полузажмурец подступает, Свернётся в ком, Хвостом играет, Разинит когти хитрых лап, И вдруг бедняжку цап-царап. Влюблённый граф в потёмках бродит, Дорогу ощупью находит, Желанием пламенным томим Едва дыхание переводит, Трепещет, если пол под ним Вдруг заскрипит. Вот он подходит к заветной двери И слегка жмёт ручку медную замка, Дверь тихо-тихо уступает. Он смотрит, Лампа чуть горит И бледно спальню освещает, Хозяйка мирно почивает, Или притворяется, что спит. Он входит, медлит, отступает И вдруг упал к её ногам. Она! Теперь, с их позволения, Прошу и петербургских дам Представить ужас пробуждения Натальи Павловны моей И разрешить, что делать ей. Она, открыв глаза большие, Глядит на графа, наш герой. Ей сыплет чувства выписные И дерзновенной рукой Коснуться хочет одеяла, Совсем смутив её сначала. Но тут опомнилась она И гнева гордого полна. А, впрочем, может быть, и страха Она торквинею с размаха Даёт пощёчину. Да-да, пощёчину, да ведь какую! Сгорел граф Нулин от стыда, Обиду проглотив такую. Не знаю, чем бы кончил он Досадой страшною пылая, Но шпиц косматый вдруг золая Прервал Параши крепкий сон. Услыша граф её походку И проклиная свой ночлег И своенравную красотку, В постыдный обратился бег. Как он, хозяйка и Параша, Проводят остальную ночь? Воображайте, воля ваша. Я не намерен вам помочь. Восстав поутру молчаливо, Граф одевается лениво, Отделкой розовых ногтей, Зевая, занялся небрежно, И галстук вяжет неприлежно, И мокрой щёткою своей Не гладит стриженных кудрей. О чём он думает, не знаю, Но вот его позвали к чаю. Что делать? Граф, преодолев неловкий стыд И тайный гнев, идёт. Проказница молодая, Насмешливый потупя взор И губки алые кусая, Заводит скромно разговор О том о сём. Сперва смущённый, Но постепенно ободрённый, С улыбкой отвечает он. Получаса не проходило, Уж он и шутит очень мило И чуть ли снова не влюблён. Вдруг шум в передней Входит. Кто же? Наташа, здравствуй! Ах, мой боже, граф! Вот мой муж. Душа моя, граф Нулин. Рад сердечно я, Какая скверная погода! У кузницы я видел ваш Совсем готовый экипаж. Наташа, там у огорода Мы затравили русака. Эй, водки! Граф, прошу отведать. Прислали нам издалека. Вы с нами будете обедать? Не знаю права. Я спешу. И полно, граф, я вас прошу. Жена я гостям, мы рады. Нет, граф, останьтесь. Но с досады и все надежды, Потеряв, упрямится печальный граф. Уж подкрепив себя стаканом, Пекар кряхтит за чемоданом. Уже к коляске двое слуг Несут привинчивать сундук. К крыльцу подведена коляска. Пекар всё скоро уложил. И граф уехал. Тем и сказка могла бы кончиться, друзья. Но слово два прибавлю я. Когда коляска ускакала, Жена всё мужу рассказала. И подвиг графа моего Всему соседству описала. Но кто же более всего С Натальей Павловной смеялся? Не угадать вам. Почему ж? Муж? Как не так? Совсем не муж. Он очень этим оскорблялся. Он говорил, что граф дурак. Молокосолс. Что если так, то графа он Визжать заставит, Чтоб сами он его затравит? Смеялся Лидин, Их сосед, Помещик двадцати трёх лет. Теперь мы можем справедливо Сказать, что в наши времена Супругу верная жена, Друзья мои, Совсем не дива. Продолжение следует...